Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, меня зовут Алексей, добро пожаловать на мое новое видео по игре Car Mechanic Simulator 2021. Буквально вот, совсем недавно на канале у нас вышел обзор на эту игру, если вы его не видели, я вам его реально настоятельно рекомендую посмотреть. Ссылку на него я оставлю, конечно же, в описании, можете это видео поставить на паузу, либо посмотреть этот обзор уже после того, как это видео досмотрите. В общем, в любом случае, реально рекомендую обратить на него внимание, потому что именно в этом обзоре, ну, так, пусть и слегка поверхностно, но были выявлены те новые фишки, которые есть, соответственно, в CMS. И, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы оказали поддержку в сторону того, чтобы я, так скажем, проходил эту игру на канале, но не каждый заказ, так скажем, выкладывал. Но такие самые наиболее, наверное, интересные, либо сюжетные миссии, либо те миссии, которые, ну, так скажем, случайные, грубо говоря, да. Ребята, да, в общем, спасибо вам огромное за поддержку. Сегодня у нас, как видите, видео без вебки, слегка я подпростыл, у меня температура 38, а я сижу и играю. Да нормально вообще, игры на самом деле это удивительная вещь, которая от многих болезней как-то тебя отодвигает, и не зацикливаешься хотя бы на этом. Так что, ребята, не болейте, не пейте холодный лимонад под кондиционером, не сидите, это реально зло. Все, погнали, ребята, проходите. В общем-то, этот автомобиль у нас прибыл прямиком из прошлого видео, это первое наше сюжетное задание. Вот такой старый ржавый Cadillac нам сегодня пригнали, или это Lincoln, я что-то, если честно, даже и не пойму. Ну, в общем, старая американская классика. Вся она такая грязненькая, ржавенькая, и работы с ней на самом деле очень и очень много. Ну, давайте поглядим, что нам надо делать. Итак, нам нужно поменять воздушный фильтр на двух карбюраторах, масляный фильтр на V8 божественном, четыре колеса нам надо поменять, топливный насос, тормозные колодки нам нужно также, плюс ко всему, поменять. Ну, ладно, давайте будем потихонечку, я думаю, тогда заниматься всем этим. Давайте тачку мы приподнимем на подъемничке. И выше ее сразу начнем поднимать. Так, нам нужен маслосборник для того, чтобы масло, соответственно, слить. Перенести оборудование. Подъемник АА. Так, и использовать оборудование. Все, мы сливаем старое масло. Его что-то прям там вообще кропаль был на самом деле, но оно было и на минимуме, если честно. То есть, мы когда проверяли эту машину, как только-только-только нам ее пригнали, щуп самым первым делом я достал, и там прям, ну, совсем все плохо было. Ну, по подвеске здесь, конечно, да, это, конечно, ужас, просто тихий ужас. Она вся убитая, она вся ржавая, по-хорошему бы перебрать это все, но да ладно. Так, мы снимаем масляный фильтр, он у нас прям совсем-совсем уже такой конченый, можно сказать. Чтобы купить новый, я полагаю, нам нужно воспользоваться компьютером. Главный магазин. Заходим вот сюда, в раздел двигателей. А, смотри, здесь можно даже вписать. Фильтр. Вот, отлично. И здесь нам нужен масляный фильтр под V8. Вот он, 9 кредитов он у нас стоит. Покупаем в одном единственном экземпляре, он нам нужен. Мы дальше что делаем? Переходим. Подожди, что-то я не одупляю, что делать пока? По идее нам надо перейти в режим монтаж деталей. Отлично. Выбираем фильтр. Зажимаем. Что-то я не понял. А куда он у нас упал, этот фильтр? Я вроде его купил, но он у меня что-то не появился. Масляный фильтр V8. А, здесь OHV какой-то, господи, прости. Я что-то, походу, не то еще и купил. Вот этот нам надо было, но у нас, скорее всего. Ну ладно, ничего страшного. Пусть у нас будет. По-любому он нам когда-нибудь допригодится. 100% будет у нас автомобиль под этот масляный фильтр. Так, отлично. Накручиваем его сразу же. Такс. Замечательно. Из этого режима мы выходим. Так, далее, я полагаю, нам необходимо будет опустить машину вниз. Ну и по-хорошему нам бы что, бачок омывателя? Ой, братан, у тебя тут что-то прям вообще... Переснять емкость, если это жидкость. Да ебстудей! Я вообще не хотел на самом деле даже снимать. Я просто хотел посмотреть, что там у него как. Ой, вообще... Ну это ну... Ну, 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 ну... Ай, ну господи, е-мое. У нас получается он сейчас пустой. И я машину с пустым бачком омывателя отдаю как бы. Ну, дело, конечно, такое себе. Так, ладно, убираем мы горловинку. Так, мне, кстати, в комментариях написали, что типа надо лить не до пузырьков, а до тех пор, пока не затрясется канистра. То есть канистра типа тряхнет, что ли, ее так-то или что ли. И тогда можно будет... Ой, у нас все уже через край пошло. Здесь у нас с одной стороны же она заливная. Отлично. Так, ну все, мы, в принципе, маслечко-то с вами залили. Уровень можно даже попытаться сразу проверить. По идее он сразу у нас будет уже на максимуме, естественно. Масло чистое, свежее. То есть старичок будет прям работать. Как мне эту крышку сраную снять? Вот. Дальем пацану жидкость. Это что-то как-то неудобно. Он вроде пригнал машину на ремонт. Я вот поступил таким нечестным образом слегка. Отлично. Все. Полный у нас омыватель. Это хорошо. Так, ну в остальном, в остальном никакой жижи нам делать не надо. Так, давайте мы поглядим состояние автомобиля. Так, масляный фильтр мы поменяли. Далее нам нужно поменять воздушный фильтр. Он у нас располагается вот здесь. Нам бы его как-нибудь снять, эту крышечку. Вот он у нас один-единственный здесь. А почему я не могу крутить? Ха! А, нифига себе! Вот это да, ребята! Вот это прикол на самом деле! Офигеть! То есть тут получается у нас еще и закисают болты. И для того, чтобы они у нас, так скажем, откисли обратно, нам надо попшикать типа якобы ВДшкой. Офигенно вообще на самом деле! Вот это прикольно! Вот этого я реально не знал. Правда, вот этого я не знал и действительно искренне этому удивляюсь. Так, собираем обратно. Ставим ту же самую крышку. Ну и болтик у нас здесь уже, естественно, будет новый. Никакой старины здесь у нас быть не должно. Так, под капотом я вроде бы закончил. В принципе, все. Сейчас нам надо с вами... Так, топливный насос, скорее всего, он где-то у нас там вдали находится. Так, сейчас нам нужно с вами что? Сейчас нам нужно с вами колес поменять. Ну, для удобства, я думаю, мы машину поднимем наверх, чтобы просто не нагибаться. Зачем нам гнуть спину вот так вот, если подумать? Да, мы же современные механики. Нахер оно нам надо? Так, ага. Ага. И смотри, тут они тоже типа... Оп, ВДшечкой раз. ВДшечкой два. ВДшечкой три. Постоят они немножечко и сейчас будут вываливаться. Офигенно вообще. Блин, вот это прикольно. Так. Отлично. Сняли мы колесико. Где у нас, где у нас инструмент для того, чтобы менять колеса. Для начала, естественно, нам нужно разбортировать колеса. Диски-то они, в принципе, нормальные. Да и нам нужно покрышки только-лишь только поменять. Поэтому, как бы, здесь... Снять. А, у нас нету. Забортировать. Так, шины эти нам нужно покупать. Какая нам нужна? Покрышка стандартная. 215 на 75. Покрышка стандартная. 215 на 75. Покрышка стандартная. 217. Какой? Все, я уже поплыл. 215. Так, а это у нас, видимо, не здесь. Покрышка... Так, а тут, в принципе, в принципе... И особо-то нам и нет никакой разницы. 4. Размер 15. 215. 215 она у нас на 75. Хорошая такая прям резина, широкая. Ну, для маслкара каеф, я считаю. Так, погнали обратно все это дело. Бортировать. Забортировать. Забортировать. Выбираем этот диск. Ну, да, вроде угадал. Все, отлично. И нам еще нужно будет их все, собственно говоря, отбалансировать. Надо было, наверное, сразу все колеса снять, скорее всего. Так, снимаем деталь. Давай-ка мы ее сейчас отбалансируем фастиком. Здесь прям такая полноценная мини-игра. Надо вот сюда вот так вот раз пробел. Раз пробел. Все, снимаем деталь. Так, подожди. Нам надо было что-то делать, по-моему, еще с тормозными колодками. Да, нам надо тормозные колодки еще проинспектировать. Ну, а они тут прям видно уже конченые. Скорее всего, это на передней оси надо будет делать. Ладно, давайте мы сейчас тогда займемся конкретно передней осью. Так. Никуда я не тороплюсь, ребята. Все будем делать степенно, размеренно. Мы все-таки профессионалы своего дела, правильно? Правильно. Так, тормозные колодки. Ой-ой-ой, какие они ушатанные. Ну, ладно, мы убираем тогда тормозные суппорта. Снимаем тормозные колодки. И с этой стороны мне тоже нужно проделать эту же самую работу. Так. Отлично. Так, мне бы посмотреть, какие у меня тормозные колодки. Они просто обычные. Прям вообще даже игра не дает нам никакого выбора. Главный магазин, тормоза. И вот они, тормозные колодки. Две штучки нам надо, чтобы переднюю ось полностью переобуть, так сказать. Так. В режим монтажа переходим. Тормозные колодки. Ставим новые. Тормозной суппорт нам также нужно поставить. Блин, ну суппорта, конечно, они такие себе. Я бы их тоже, если честно, поменял. Вообще, я сторонник того, что если лезешь в тормозную систему, ну там меняешь что-то, то, блин, лучше новое все поставить. То есть, как бы, тем более видно, что у нас тут прямо не такие поюзанные уже. Суппорта, я бы все-таки поставил это все поновее. Так, ну отлично. Шины прям вообще красота просто неописуемая. Монтаж деталей. Тормозные колодки выставляем новые. Тормозной суппорт также выставляем. Закручиваем все обратно. Но благо радует то, что болты здесь потом новые все вставляют. Ой, подожди, стопе, 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 стопе. Я же не разбортировал и не собрал колесо по новой. Так, разбортировать. Пошла жара. Там те два колеса, я думаю, мы фастом перекинем, а нам там топливный насос постанет только поменять и все. Я думаю, в принципе, это тоже ничего сложного. Забортировать. Да, все, отлично, погнали. Новая резина, прям красивая такая. Ах, прям кайф. Тут у нас полноценный уголок. И снять. Балансировать. Прикольно было, если бы можно было вот эти всякие грузики сюда подвешивать. Вот это было бы классно. Снять. А то что-то как-то, блин, не знаю, вроде бы и балансируешь, но в то же время как-то странно ты балансируешь. Мини-игра странного. Замечательно. Итак, переднюю ось мы с вами, ребята, полностью перетряхнули. Как вы видите, нам сейчас осталось поменять только задние покрышки и нам осталось поменять топливный насос. Но, в принципе, делается это все достаточно быстро. Здесь, кстати, диск еще хороший такой. Закипевших у нас тут нет. Болтиков. Но тут один только, типа, как бы. Ой, что-то я не на топник, походу, навел. Не, ну вот это классно придумали, конечно. С закипевшими болтами это круто. Это реально круто. Так, разбортировать. Снять. Забортировать. Новую шину ставим. Неплохая такая машина. Вот здесь бы реально потом уже по тому, как мы дальше будем продвигаться, здесь уже будут, естественно, автомойки. Вся вот эта история здесь у нас уже будет, так сказать. Поэтому, поэтому да. Смотри. Вот этот мы выбираем, да? Отлично. Здесь пока мы можем балансировать. Все сразу выполнять одновременно задачи. Сняли. Сняли. Забортировать. Новое колесо. Не отходя от кассы, сразу быстренько все сейчас и мы сделаем. Топливный насос надо найти. Но он, по идее, как бы, по My Summer Car, как я помню, он ставится у нас постоянно вроде как сзади. Уже там непосредственно после бака. Он будет его отыскать, так сказать. Так. Отлично. И снимаем детали. Все. Режим сбора. Покрышка стандартная. Какие-то ачивки даже уже начинают у меня выползать. Вулканайзер. Ну, это типа, наверное, то, что я забортировал там пять колес, получается, или сколько в месяц с обучением. Плохо, что игра не запоминает, в каком режиме ты был до этого. То есть, постоянно мне, подходя к детали, надо выбирать режим сборки. Это немножко, как бы, косячок. Так, нам нужно найти топливный насос. Где ты, наш бродяжка, ты находишься? Вот он, топливный бак. Топливный насос. Вот он. Мы его выкручиваем. Так, топливный насос. 17 процентов. Он у нас изношен, конечно, люто. Так, все это, как я понимаю, у нас находится, скорее всего, здесь. Ну-ка, насос. Так, и смотрим. Водяной, водяной, водяной. Хотя, в принципе, смотри, там же можно набрать-то все топливный. Вот он, топливный насос. Смотри, вот такой есть, а есть вот такой. Но у нас, по-моему, вот такой за 120. Потратились мы нехерово, я хочу сказать, на этом автомобиле. Так, ну все, ребята, наша первая машина готова. Наконец-таки опускаем ее на подъемничке. Ее помыть, конечно, по-хорошему. Все, мы полностью все сделали. Отлично, просто, вообще замечательно. Так, и как мне ее сдать-то теперь? Я что-то уже забыл на самом деле, как подписать документы, чтобы сдать машину. А, смотри, заменить жидкость в бачке гидроусилителя и тормозную жидкость еще нам надо проверить. Все, добренько, сейчас мы сделаем. Так, аккумулятор у нас вроде в порядке. Усилитель тормоза. Крышка. Погнали. Да, там прям вообще пустые-пустые тормоза. Пацану изюзую сейчас ему, короче, нальем. Так, замечательно. Что там ему еще надо было сделать? Замени жидкость в бачке гидроусилителя. Тормозную, слей старую. Чего? Подожди. Ты что-то путаешь, дядя? Ну, в жидкость в бачок я ему удалил. Замени жидкость в бачке гидроусилителя руля. Хм, интересный ты, конечно. А где он у нас, этот, может быть, гидроусилитель руля? Усилитель тормозов. Стартер. Вот все, ребята, начались затупы. Хотя странно, как бы, типа, что не засчитала вот эту всю историю. Это реально странно. Типа мне надо ее-то выкачать. Слить старую, получается, типа, да. И сейчас вот я ему залью новую, и типа, что-то измениться, по идее, должно. Давай посмотрим. Так, ну все, мы ему залили до максимума. Во, а вот сейчас зачитала. Смени жидкость в бачке гидроусилителя руля. Блин, а где у нее гидрач находится, ребята? Ребята, вот с этим у меня проблемосики, как бы, честно признаться. Потому что я вообще даже понятия не имею, где у этой машины может быть гидроусилитель руля. Вот это для меня такая загадка просто вообще века, можно сказать. Хм. Ну, надо попытаться это найти. Ну, это тормоза у нас. А где у нас гидрач сам? Вот это вообще вопрос интересный. Так, ребята, чтобы не затягивать время, я вынужден взять небольшую паузу. Ребята, величайший затуп в деле. Вот он, этот бачок. Ну, это просто, я вообще не знаю. Такой херней, наверное, могу заниматься только я. Итак, устройство откачки. Естественно, применяем мы его на этот замечательный бачок. Откачиваем всю оставшуюся жижу, которая тут была. Далее мы откручиваем эту замечательную крышку. Я сказал, откручиваем. Демонтаж деталей. Ну, давай так попробуем. Окей, почему бы нет. Так, ну и заливаем, соответственно, до максимума. Отлично. Так, ну, по идее, все. То есть, чисто сейчас машина теоретически готова. Давай попробуем ее сдать. Так, здесь все, здесь все. Прикинь. А почему он не засчитал это, я не понимаю. Я же ее заменил полностью, эту жидкость в бачке. Или типа я не долил до максимума. А, ее на минимуме здесь. Да ты издеваешься вот сейчас надо мной? Ну, игра. Ну, тогда хотя бы камеру такую делай, чтобы я понимал, что мне надо куда-то там как-то что-то доливать или что-то такое. Потому что, ну, с того ракурса, казалось, прям, ну, все в идеале, типа, вообще. Все, завершить заказ, наконец-таки. Избавились мы от этого автомобиля. Итак, друзья, ну что ж, в принципе, мы вышли даже с вами небольшой плюс. По-моему, у нас там стартовый капитал был в районе 4 тысяч, могу ошибаться. И штукарчик мы даже с вами заработали. Давайте поглядим, какие заказы у нас есть. Ну, сейчас пока такие временные. С тормозами здесь у автомобиля проблема. И, допустим, износ деталей, другие задания, список прилагается. В общем, короче, да, ребята, дальше я буду ловить заказы, действительно нормальные. Либо пытаться как-то прокачиваться, чтобы хорошие заказы у нас появлялись. И буду я их записывать. Машины буду обслуживать. И, соответственно, в дальнейшем это все выкладывать на канал. Ну, то есть, чтобы просто у нас однотипных, одинаковых роликов не получалось. На этом, ребята, все. Если видос вам понравился, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Такое своего рода прохождение у нас целое стартануло. Подцените прям вот лайками. Поддержите и оцените этот ролик. Это действительно очень-очень важно. Все, братцы, с наилучшими пожеланиями. Пока-пока. Еще увидимся.